Урок пятый. Равенство геометрических фигур. Равные фигуры имеют одинаковую форму и одинаковые размеры. Давайте рассмотрим два отрезка. Отрезки имеют одинаковую форму. Если длина отрезка АВ равна длине отрезка ЦД, то это равные отрезки. Давайте рассмотрим два угла. Углы имеют одинаковую форму. Если градусная мера одного угла равна градусной мере другого, то это равные углы. Равные треугольники. Например, три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника. Это равные треугольники. Равные фигуры можно совместить наложением. Задача первая. Начертите тупой угол АВС. Сколько лучей с началом в точке В во внутренней области угла АВС? надо провести, чтобы при этом образовалось четыре пары равных углов, меньших развернутого. Итак, тупой угол АВС во внутренней области тупого угла из вершины, из точки В, надо провести два луча. Эти лучи надо провести так, чтобы тупой угол при этом разбился на три равные части, чтобы получилось вот три равных угла. Сколько при этом образуется пары равных углов? Должно быть четыре пары равных углов. Давайте сосчитаем пары равных углов. Так, это первая пара. Вот два равных угла. Это первая пара. Так, это вторая пара. Это третья пара. А кроме того, будет еще одна пара равных углов. Вот этот угол равен этому углу. Вот это четвертая пара. Так, вопрос. Сколько лучей надо провести? Значит, надо провести два луча. Из вершины тупого угла во внутренней области, так, чтобы тупой угол при этом разбить на три равных угла. Задача вторая. Сколько пар равных треугольников можно найти на данной картинке? На данной картинке квадрат, проведены диагонали квадрата. Кроме того, есть еще два отрезка. На эти отрезки можно внимания не обращать, потому что нет треугольников равных, сторонами которого являлись бы данные отрезки. То есть на эти отрезки внимания можно не обращать. Две диагонали делят квадрат на четыре равных треугольника. Покажем внутреннюю область каждого из них. Один, второй, третий и четвертый. Если есть четыре равных треугольника, сколько при этом образуется пар равных треугольников? Давайте сосчитаем все такие пары. Так, это первая пара, вторая пара, третья пара, четвертая пара, пятая пара, пятая пара, и шестая пара. Итак, четыре равных треугольника образуют шесть пар равных треугольников. Так, на рисунке есть еще четыре равных треугольника. Так, показываю вершины каждого из них. Так, это первый, это второй, показываю вершины, это третий, и четвертый. Итак, еще четыре равных треугольника образуют еще шесть пар равных треугольников. Шесть до шесть – двенадцать. Ответ – двенадцать пар равных треугольников. Задача третья. Периметр треугольника 13 сантиметров. Одна сторона в три раза меньше другой. И на три сантиметра меньше третий. Найдите большую сторону треугольника. Обозначим за х длину меньшей стороны. х – меньшая сторона. Та, которая в три раза больше – это 3х. А третья сторона – х плюс 3. А периметр – 13. Давайте решим это уравнение. Найдем значение х. Х равен 2. 2 сантиметра – это меньшая сторона. Та, которая в три раза больше – 6 сантиметров. А третья сторона – х плюс 3 – 5 сантиметров. Значит, надо назвать большую сторону треугольника. Большая – 6 сантиметров. Ответ – 6 сантиметров. Та, это не Promised. Нет! Ответ – 4. Ответ – 4 сантиметров. Продолжение следует...